Три предприятия городецкого района были удостоены высоких наград на областном совещании промышленников и предпринимателей, прошедшем в Нижегородском Кремле. Почетным штандартом губернатора в номинации «Лесопромышленный комплекс» была награждена компания «Юта», в номинации «Стекольная промышленность» предприятие «Шот». Благодарственным письмом правительству региона в номинации «Металлургия» отмечен литейный завод «Росолит». О других новостях в видеообзоре Ларисы Селиной. 19 многоквартирных домов планируется отремонтировать в этом году в районе по региональной программе капитального ремонта. На 15 из них проектно-сметная документация уже готова, а работы планируется начать в июне после определения подрядной организации. По городу-городцу 11 домов включено, а 8 домов по сельским администрациям. В городе Заволжье у нас запланирован капитальный ремонт домов в 2017 году. Основные работы – это ремонт фасадов, замена внутридомовых инженерных систем, это тепловодоснабжение, водоотведение, ремонт крыш, отмостков, подвальных помещений. Всего в программу, рассчитанную на 20 лет, вошли 840 домов городецкого района. Ее реализацией занимается региональный оператор Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области. Планируется, что в этом году в регионе будет отремонтировано 900 домов на общую сумму 2,8 миллиарда рублей. Особое внимание будет уделяться замене лифтового оборудования. В этом году половодия не ожидается. Запасы снега Волги и Узоли, по данным метеорологов, ниже нормы и уровня многолетних значений. Вместе с тем, в случае, если начнется интенсивное таяние снега, большая вода не исключена. В зону риска в случае весеннего разлива рек попадает городец, Заболжье и еще 14 сельских населенных пунктов. Чтобы избежать аварийных ситуаций, связанных с пропуском весенних вод, в районе разработан комплекс противопаводковых мероприятий. Проверены все гидротехнические сооружения района на предмет готовности их технического состояния. Проверена система оповещения, размещенная на населенных пунктах, которые могут быть подвержены подтоплению и затоплению. Проверены силы и средства территориальной подсистемы РСЧС района. Проверена их готовность к действиям в случае возникновения паводка. В целом, по словам Сергея Митягина, проверка показала, что район готов к половодию на все 100%. Если оно все-таки будет, то врасплох ответственные службы не застанет. Началась подготовка к региональному патриотическому веломарафону «Наследники Победы». В настоящее время решаются организационные вопросы. В этом году у этого проекта появились новые партнеры, в числе которых региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Впервые веломарафон состоялся в прошлом году и был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году акцент сделан на традиционные национальные ценности. Религиозные, духовные, это семейные, это социокультурные ценности, это традиции народов России, многоликие традиции, великие традиции, это воинская слава. И вот если учитывать все это, получается, что мы являемся не просто наследниками, то, о чем мы говорили в том году, наследниками Победы, мы являемся великой нацией, способной на новую ступень развития. Веломарафон пройдет с 28 апреля по 9 мая по 12 северным районам в Нижегородской области. Планируется, что участие в нем примут порядка 800 человек. 8 мая, в день финиша веломарафона в Граце, всех жителей города ждет подарок, большой концерт и выступление участников военно-исторических клубов Нижегородской области с реконструкцией событий Дня Победы. Редактор субтитров А.Семкин